Проезжающие машины рассекают моря ледяной воды. Мелкий дождь противно моросит. Погода что надо решили мы в редакции и совместно с активистами гражданского дозора и добровольной народной дружины отправились в дорожный патруль. На этот раз мы попали на дневное дежурство инспекторов ДПС. Утопая в снежной каше, сотрудники полиции заняли место на улице Тарнавской, рядом с храмом Рождества Христова. Намоленное место оказалось богато на нарушителей, среди которых и одна знаменитость, о которой чуть позже. Первые протоколы были составлены по традиции за тонировкой. Увидев такую преграду издалека, многие пытались скрыться в остановочном кармане и переждать угрозу. Сворачивать-то негде. Что ж, инспекторы люди терпеливые. Простояв некоторое время на остановке, один нарушитель сдался и принялся собственноручно устранять пленку с передних стекол. Другой решил проскочить во время оформления протокола, но не тут-то было. Обычная рутинная работа была прервана еще одной нарушительницей, да так, что аж сотрудник ГИБДД потерял на пару секунд дар речи. И кто бы это мог быть? Конечно, знаменитая Балаковская инстаграмщица. Горожанам она запомнилась ездой без прав и оскорблениями, за которые ее уже оштрафовал СИГ. Пока сотрудники ГИБДД оформляли инстаблогерку, у участников рейда возникла мысль о преднамеренности ее поступка. Дело в том, что буквально двумя-тремя минутами ранее она проехала мимо поста, развернулась возле торгового центра на перекрестке, а затем выехала на полосу встречного движения. Может, просто человеку не хватает подписчиков. Только может так получиться, что в следующий раз Балаковская стрела сможет нарушить ПДД, только пересекая проезжую часть уже пешком. И точно не по встречке. Рассматривать будем ПДД или без вошли? Вы можете тратить туда на комиссию? Вам не посчитать, не тратить туда. После тратить туда на комиссию, вам не посчитать, не тратить туда. Нет, я просто облачу. У вас пообторных уроков нет. Да, после вошли, все. Могу? Можно я это все без меня? Да, можно. Без меня тогда. При совместном проведенном рейде было выявлено у нас 41 нарушение ПДД нарядным ДПС. Из них 19 грубых. Один водитель в трезвом состоянии, 9 водителей, управляющихся тонировкой. Водители также управляют транспортным средством, не имеющим при себе документов. И водитель, который двигался по одностороннему движению. По данному административному правонарушению решение принимает суд. Либо административный штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права управления от 4 до 6 месяцев.